Всем привет дорогие друзья, всем доброго времени суток, с вами как всегда я Славончик Позитивный, проще говоря у нас сегодня Днепровское метро, вторая часть или второй выпуск, кому как удобно. С вами как всегда был Инойбон и сегодня у нас будет две станции, такие как станция Заводская и Металлургл, они не особо не отличаются, но постараемся сделать их максимально похожими, максимально реалистичными и максимально красивыми. Ну что ребятушки, давайте будем с вами оценивать, мы находимся на станции Заводская, она у нас выполнена вот в таких тонах, синего-голубых или можно так сказать морского цвета, очень даже так смотрится, но не сочетается с названием, это мое мнение личное, потому что станция Заводская, а здесь посмотрите на каких тонах она оформлена. Так само же я ребятуши показываю реальную фотографию и игровую, а вы ребятуши сравните, как по мне лучше бы ее назвали морской, или например станция Днепр, а что, думаю что это как бы хотя бы смотрелось. Я включил также шейдеры, чтобы как-то хотя бы немножко сделать атмосферно и красиво. Тут у нас сзади находится выход в город, сам вестибюль и павильон я не строил, так как я не знаю как он выглядит, и мне, ну никто, к сожалению, не скидывал информацию, не фотографии, поэтому я его не строил. А в интернете, к сожалению, нет никакой информации. Как он выглядит, я не знаю, поэтому я его не строил, а сделал, можно так сказать, какие-то ворота. Так, сверху над выходом у нас висит непонятно что, я не знаю как это описывается, оно не написано нигде, непонятно. Кто живет в Днепропетровске, то может быть знать, на что это похоже, поэтому, что же, тут у нас, кстати, еще светильники, вот такие необычные, но довольно-таки неплохо тоже сделаны. Вы, ребятуши, сравните, ну я не скажу, что слишком у меня получилось сделать похожимый, но оно хотя бы светится, и это самое главное. Так, посередине у нас также лавочки, такие же, как и на станции Проспект Свободы, не сильно ее отличаются. Так, у нас здесь висит поезда на Покровскую и поезда на Вапзальную. Так, жеребятуши, я зачитаю описание станции. Дата открытия 29 декабря 1995 года. Приблизительная глубина заложения около 60 метров. Тип станции, односвотчаты, глубокого заложения. Платформа островная, длиной 102 метра. В Майнкрафте это, конечно же, 102 метра не будет. Здесь приблизительно где-то длина 60 блоков. Где-то 50-60, я точно не помню длина. А вот ширина, вот я точно не скажу, возможно, 12 блоков. Или 12 это высота, я точно не помню. Это надо было бы посмотреть и записать. Но, ребятуши, в следующей серии уже скажу, сколько длина, длиной блоков. Не в метров, а здесь у нас блоков. Вот так вот. Так, здесь оно должно, должно, должно висеть название, но оно не висит, потому что шейдеры. Проектные названия Металлургов и Маяковская. Давайте я отключу шейдеры и, ребятуши, их с вами оцените. Вот так, ребятуши, станция выглядит без шейдеров. Вот вы можете заметить название, которое я тоже сделал. Шрифт такой же, как и на станции Проспект Свободы. Как и в Реале Жизни, тоже самое. Такой же шрифт. И я решил тоже не заморачиваться, делал такой же шрифт. Ну, не слишком, конечно, похоже. Немножко шрифты у нас отличаются. Бэтас Майнкрафт здесь не очень, ну, не так уж просто это сделать. Но хоть что-то есть. Так, это у нас в сторону Проспекта Свободы. Это в сторону у нас вокзальной. Также у нас ещё есть вот здесь громкоговоритель, который, наверное, скорее всего не работает. Не знаю, зачем он здесь. Не знаю, без понятия, короче. Так, ладно, здесь у нас также часы. И вот здесь у нас непонятная лестница. Нет выхода. Но как и в Реальной Жизни, там тоже есть лестница, которая ведёт в тупик. И что там находится, никто не знает, ничего неизвестно. Ну, вот так вот. Так, надеюсь, вы, ребятуши, всё оценили. Посмотрели, как это выглядит со шейдерами. А также я включу ещё один шейдер, и вы оцените. Так, ребятуши, у меня было только что 70 FPS. Пока я не включил, и стало уже 10 FPS. Ну, это не мешает мне снимать. Ну, не скажу, что слишком освящённо, но красиво. Как по мне, то мне нравится лично. Так, ладно, ребятуши, давайте будем с вами направляться на следующую станцию. Следующая станция у нас будет... Металлужу. Есть здесь... А, вот, спасибо, здесь есть вагонеточка. Я еле заметил. Так, ладно, давайте будем с вами направляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот мы и приехали. Так, ладно, станция у нас подгружается. Немножко замыли, но это такой прикольный спецэффект. Motion Blur, по-моему, называется. Поэтому не обращайте внимания. Это не у вас, там интернет немножко тормозит. Это такие шейдеры, которые делают немного замыли. Как вы заметили, мы не очень-то, так сказать, быстро приехали. Расстояние между станциями, получается, у меня длинное. Ну, может быть, даже реалистичное. Так, ладно, вот такая у нас станция. Она у нас уже не синяя, а полностью, так сказать, жёлтая. Ну, в реальности она-то жёлтая, но... Как я посмотрел, у меня жёлтый цвет, не очень такой красивый. Поэтому я решил сделать из золотых блоков. Также, ребятуша, я делаю скринейт. Вот, например, вот здесь стану. И, ребятуша, сравним реальную и игровую станцию. Станция у нас называется Metaluro. Итак, Metaluro. Угу. Я правильно сказал. Здесь у нас за мной вот лестница, которая опять же ведёт в тупик. Ну, вот так вот. Не знаю, зачем её делали. Тоже нигде не написано. И ничего тут нету, по сути. Не знаю, для чего. Никаких дверей здесь ничего нету. Но, есть эта лестница. Интересно, без понятия. Так, ладно. Сверху у нас тоже есть светильники. Они тоже, вот, видите, ребятуши сделаны не одинаково. Они немножко отличаются. Здесь, например, в два блоки. Или как это описано? Ну, короче, видите, так, шахматные. Здесь уже в три и тоже шахматные. Вот так всё сделано. Тоже неплохо, красиво. Так, здесь я уже не делал. Сделал просто табличку поезде, что это станция Митэл Луфл. Ну, а что заморачиваться? Всё равно там шрифты одинаковые. И станции практически не отличаются. Они, можно так сказать, отличаются именно цветом вот этой самой крыши. Ангар, я так и люблю назвать ангар. Отличаются ангаром. И немного этим полом. Ну, полу не слишком тоже отличаются. Здесь у нас какие-то красные квадраты. И светильники немножко другие. Они более красивые. Лавочки в таком же порядке построены. Блин, я не знаю. Там, походу, я не смотрел, но там, наверное, архитекторы одни и те же. И эти все станции строили как раз-таки в 90-е годы. И, наверное, тогда на всём сэкономили. Здесь у нас должен быть выход в город. Опять висит непонятное... Непонятно что. Я не знаю, как это описать. Ладно, давайте я вам зачитаю небольшое описание данной станции. Оно практически тоже ничем не отличается от станции заводская. Но, не важно. Давайте хоть зачитаем. Так, станция открытая тоже 29 декабря. Я так понимаю, что все станции открыли одно и то же числа 95-го года. Приблизительная глубина заложения около 55 метров. Могли бы уже 60 написать. Что там заморачиваться? Тип станции односвотчатая глубокого заложения. Платформа островная 102 метра. Опять же говорю, у меня где-то 50-60 блоков. Точно не скажу, но я не помню. Так, тип станции, я так сказал, я выбрал, бла-бла-бла. Проектное название Петровского. Баррикадная и Возрождение. Вот такие три названия. Больше ничего я тут не выписывал себе. В принципе, ничего интересного про эти станции не скажешь. Не знаю почему, но Днепропетровское метро не очень популярное. Тут всего лишь шесть станций. Поэтому в следующей серии уже будет две последние станции. Такие как метростроители и вокзальная. Ну что, ребятуши. Надеюсь, что вам все понравилось. Понравилось мой обзорчик. Такие мои станции. А так же сейчас я включу со шейдерами. Мы, ребятуши, сравним. Вот так, ребятуши, выглядит станция с другими шейдерами. Довольно-таки, знаете, светло. Очень светло. И, ну, знаете, оно мне нравится, конечно. Не знаю, как вам. Может быть, вам не очень нравится. Но мне лично нравится, что оно так освещенно... Освещенная станция. А вот, ребятуши, станция бишь шейдеров. Ну, уже вообще никак не смотрите. Как-то по-простенькому. Ну, да ладно, ребятуши. Надеюсь, что вам все понравилось. Понравились станции. Понравился обзорчик. И, ребятуши, если вы ждете следующий выпуск, то не забывайте. Ставим лосики. И встретимся уже в следующей серии. А с вами был Бонни на Ебоне. И я, Славончик. Все, ребятуши, до скорого. И, ребятуши, ждите. Скоро, возможно, будет уже другое метро. Мы с этим закончим. И будет что-то, может быть, наподобие Харьковского метро. Может быть, питерское. Может быть, московское. Я, ребятуши, пока думаю. А вы, ребятуши, пишите свои идеи. Какое вы хотите метро после Днепропетровского. Не буду вас задерживать. Встретимся в следующей серии. До скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok